Операция Бахус вновь на дорогах города и области. Здесь, во Фрунденском районе Ярославля, она только началась. Пока работает всего один экипаж ДПС. Остальные расследоточены по городу и заняты оформлением мелких аварий. Мокрый сентябрь вносит свои коррективы в работу дорожной полиции. Такую погоду и машин на улице в разы меньше, чем обычно. Впрочем, ближе к полуночи наряд ДПС замечает подозрительную иномарку. Увидев проблесковые маячки, водитель пытается скрыться во дворах. Правда, далеко уехать не получается. На одном из ухабов, уходящий от погони Вольво, пробивает покрышку. Хотел машину припарковать и все. Сюда я сейчас раз, думаю, подкачаю, да и все. А то сразу медвы налетели и все. На сигнал сотрудника ДПС остановиться не приотрагировал должным образом. Развернулся и двинулся во дворы. Во дворе дома номер 75 по улице Фрунзе был остановлен водитель с признаками опьянения. Хозяин иномарки не отрицает. Перед тем, как сесть за руль, принимал на грудь. Но от уже приготовленного алкотестера отказывается. Нет, прибор он покажет. Дело не в этом. Я сто пудов уверен, что он покажет. Просто смысл. Мужчине все-таки предстоит пройти экспертизу. Его направляют в передвижной пункт. Следующий сигнал поступает с Костромского шоссе. Отечественная «Лада» 12-й модели лежит в кювете метрах в 15 от дорожного полотна. В салоне находились трое жителей Костромской области. Из искореженной двенашки они выбрались самостоятельно. Короче, фура отгоняла другую фуру, а мы ее решили обогнать. Ну и как бы она нас подрезала. Машина заботится, она может в принципе ехать. Инспекторы ДПС эту версию опровергают. Без помощи эвакуатора «Лада» из придорожной канавы едва ли выберется. Скорее всего, машина несколько раз перевернулась. Водитель и еще один пассажир отделались легким испугом. Медицинская помощь потребовалась только третьему участнику аварии. Не открывать глаза, иначе сейчас попадет в глаза, будет ожог. Не надо. Известно, что трое приятелей направлялись в город Нерехта Костромской области. В салоне машины инспекторы обнаружили несколько бутылок водки. Теперь рулевому «Лады» предстоит пройти тест на алкоголь. В целом по области Баху зафиксировал 79 случаев управления в непрезвом виде. Александр Лисицын, Денис Ромашов. День события.